ОСАГО в СБЕРе с выгодой до 70%. Выбирайте полис онлайн или в офисах СБЕРа. Больше не нужно ждать знаков. Оформите ОСАГО в СБЕРе по выгодной цене. Я купил себе биткоин из США со дна океана. В предыдущем выпуске я сказал, что у машины был не закручен один болт. Да это же перевертыш! Всем привет! Именно в этом выпуске я хочу ответить на самые интересные комментарии, сделать вторую обещанную часть про автомобиль. И прямо сейчас я хочу пробежаться по самым интересным. Я сделал себе даже скриншоты. Плюс занес несколько наблюдений, о которых сам хотел бы договорить. Ну и конечно же сказать слова благодарности. Ведь несмотря на тот хейт, который был под первым выпуском, из трех тысяч комментариев спустя 200 тысяч просмотров я увидел 95% комментариев позитивных, где вы действительно порадовались, знали, что я хотел этот автомобиль. Это желанная покупка. Ну и собственно пожелали мне удачи в эксплуатации этим автомобилем. Вот за это в первую очередь я говорю спасибо вам. Ну и конечно же хочется добавить перчинки в этот выпуск. Поэтому без промедления мы начинаем прямо сейчас. Приятного просмотра. Первый комментарий. Прямо как писали, так и пишу. А где катафоты на передних, если это американец? Ну имелось ввиду на переднем бампере, если это американец. Кто не в курсе, у американцев должны быть здесь оранжевые катафоты. Они не светятся, но они сделаны в силу того, что в Америке по закону они должны быть и точка. Когда автомобили из Америки приходят к нам в страну, в частности вот этот автомобиль, это родной бампер. Он был снят, замазано все это аккуратненько, аккуратненько шпаклевочкой, после чего бампер был передний окрашен и одет обратно. И я этому дико рад и дико счастлив, потому что если бы так не сделал продавец, то это нужно было бы делать мне. Потому что способов решения вот этой маленькой, но проблемки для нашей страны. Не многие у нас любят эти оранжевые катафоты. Кто-то начинает их колхозить путем того, что заклеивают пленочкой черной. Кто-то ездит с ними, но ключевое по общей тенденции, люди их не любят, потому что они машину, ну как говорят некоторые продавцы, дешевят. И на мой взгляд, вот этот оранжевый катафот здесь был бы точно лишний. Когда я пришел покупать этот автомобиль, продавец мне об этом сказал сразу. Потому что я точно так же задал вопрос, если машина из Америки, то где? Они объяснили, что на всех автомобилях они так делают. Но вот эта вот маленькая деталь для многих, я скажу так, хейтеров в комментариях была зацепкой. Ага, слушай, бампер снимался. Мне некоторые даже писали с утверждением, Дмитрий, что удар был в морду, поэтому менялся почему-то только бампер. Вот иногда я думаю, блин, надо дать развернутые ответы, поделиться с людьми покупкой, как подбирал, кто машину смотрел, но зачастую понимаю, что это нахрен никому не надо. Потому что когда ты объясняешь, те, кто пишут негативные комментарии, они пишут их все равно. Несмотря на то, что я объяснил, что первое, приезжал специалист с 17-летним опытом от Максима Шелкова. Он мне дал целый лист, осмотрел автомобиль, все детально посмотрел, никаких ударов по автомобилю нету. Приезжал второй человек, тоже специалист, осмотрел автомобиль, осмотрел техническую часть, никаких ударов по автомобилю нету. Должен был приехать третий специалист. Как вы думаете, кто? Так сказать, время пошло. Неправильный ответ. Это должен был быть специалист от компании Ревизорро. Ровно про тех, про кого вы мне писали, советовали. Ребят, я знаю, в частности, знаю их сотрудника Максима, который длительное время работал в одной компании, сейчас он длительное время уже работает в авторевизоро. Я с ним созвонился еще в воскресенье утром, в день осмотра автомобиля, спросил, Макс, ты можешь приехать? У Максима был выходной, он сказал вечером, если будет актуально, подъеду, но к моменту, когда он освободился, автомобиль уже осмотрело два человека, и мне было понятно, что звать еще и Максима, третьего человека, но нет смысла. В том числе, когда осматривал специалист от Шилкова, он увидел, что один болтик не закручен до конца. Этот болтик был на защите картера, ту самую, которую снимают, когда меняют масла. Рукожопы они есть везде. Я вам напомню лишь ту историю, что когда я обслуживал BMW 5-ку свою предыдущую, у меня была ситуация, где специалисты, аж три человека, не закрутили мне один болт в подрамнике. И когда я ездил, у меня просто в нем не было болта, и он стучал постоянно, я не понимал, что происходит. Мы приезжали, постоянно пытались искать проблему в неизношенных элементах подвески, но по факту это был просто незакрученный болт. Соответственно, я могу просто-напросто списать на то, что мексиканец в Нью-Джерси покуривал что-то запрещенное в России и просто не докрутил. Такое бывает. По факту был выявлен незакрученный болт, его закрутили, все. Но вот на этих двух элементах, ребята, вы вдумайтесь, вот те, кто на позитиве, вы вдумайтесь, на этих двух элементах люди строят целую историю, что машина поднята со дна океана, она перевернута и так далее, и так далее, и так далее. В общем, на эти вопросы ответил, двигаемся дальше. Эдакая рубрика предъява-ответ. Вот и вся суть блогеров. Впаривают китайщину, себе берут европейцев. Многие писали с подобной мыслью, и многие писали в грубой форме, типа нам китайщину, а себе немца. Друзья, не хочу показаться грубым, но хочу ответить, как считаю. Данный посыл, я считаю глупым. Что вам мешает? Взять деньги, да пойти себе купить тоже BMW X5, BMW 5 серии. Плохая машина, старая машина, бэушная, так пойдите купите себе новую, а они стоят. Просто когда я вижу вот это, нам впаривают китайщину. У меня складывается впечатление, что вы просто вот марионетки некоторые, именно те, кто так считают, так говорят. И вам вот скажи, смотри, вот китайцы, иди покупай, ты встал и пошел покупать. Но неужели у тебя нету своего мнения? И самое главное, вы не забывайте, народ голосует рублем. Я склонен и просто-напросто убежден считать, что это пишут те, кто вообще покупать ничего не собираются. Просто у людей есть такой внутренний протест, энергии, эмоции, им хочется выхлестнуть их наружу. Нам впаривают китайцев. Сейчас люди в целом перестраиваются на покупку китайских автомобилей по причинам следующим. Первое, на китайцев есть кредиты, есть спецпрограммы, которые в целом доступны людям. Это раз. Второе, китайцы сами по себе более доступны по цене. Это два. В третьем, люди хотят новый автомобиль с гарантией, чтобы если вдруг что-то, поехал к дилеру. Четвертое, некоторые уже перестроились на этих китайцев. И когда ты ему скажешь, что лучше купить Kia Rio или там Hyundai Creta вместо того же самого Julian, он тебе скажет ку-ку что ли? Ку-ку? Это ты себе бери кредиту по той цене, по которой ее сейчас продают, а я себе возьму и обосную тебе свой выбор. И так можно продолжать до бесконечности. Я о том, что хочу купить вот эту машину, рассказывал с 2019 года. Так вот фух! На экране появляется выпуск, который мы снимали в 2019 году с Матвеем. Молодой парень, он приехал на X5, который принадлежит его отцу. В 2020 году, Петр, привет! Работал он в компании BMW Balt Auto Trade. Он мне предлагал за 6 миллионов 750 тысяч рублей приехать забрать BMW X5, тоже 40. Бензин, но это была комплектация 21 Edition, Sport Edition. Урезанная местами версия, но это был абсолютно новый автомобиль. При условии, что забирают мою BMW, по какой цене я тогда считать не стал, но я думаю миллиона за два тогда бы ее забрали. Ну и плюс кредит ради скидки. Это был бы новый автомобиль. Тогда мне казалось, что это дороговато, хотя цена по рынку была очень даже симпатичная. Я думал, ну подожду немножко. Дошло время, подождал. Как раз многие в комментариях пишут, вы идиоты, куда вы лезете, зачем вы покупаете машины? Если брать никто не будет, то цены упадут. Когда товар никто не покупает, товар просто-напросто пропадает с полок, пропадает с витрины. Никто не будет покупать автомобили черри. Черри скажет «Раша, гудбай, мы поехали домой». Вот и все. А такого, ну конечно, возможно, что-то попытаются распродать, но не в пол цены, как это некоторым кажется. Таким образом, вам никто ничего никогда не впаривает. Даже когда вы видите на ютюбе какие-то ролики, которые откровенно реклама, задача любой рекламы у продукта показать его плюсы. Что делают в рекламе? Вот берут любую рандомную машину, ну возьмем китайскую, там подсвечивают те опции, которые в ней появились, показывают сильные конкурентные преимущества. Так работает абсолютно любая реклама. В рекламе, как правило, всегда опускают минусы. Но когда есть блогеры, которые ведут диалог с заказчиком, многие договорились так, что мы подсветим и минусы. Таким образом, вам показывают про автомобили плюсы и минусы, а уже вы принимаете решение покупать или не покупать. Вот и все. Никто никогда с вас, из вашего кармана вот так деньги с вашей карточки заветной не спишет после просмотра какого-то там рекламного фрагмента. Кстати, кстати, кстати о рекламе. Поехали. Сегодня на авторынке огромный ассортимент автомобилей, которые существуют в этом мире. И купить можно абсолютно любую машину, несмотря на санкции. Вопрос лишь цены. Так и с моторными маслами. Их огромный ассортимент на рынке, но как найти то самое, качественное, надежное и с хорошей репутацией? Ну а вам, например, искать не нужно, так как вот один из таких вариантов. Моторное масло Титан Формула от производителя Фукс. Фукс – это бренд с немецкой историей, уже более 90 лет занимающийся разработкой, производством и продажей смазочных материалов. А на российском рынке компания представлена уже более 30 лет. А вся продукция Фукс производится на собственном высокотехнологичном производстве в городе Калуга, который функционирует с 2013 года. Моторное масло Титан Формула 2 – масло премиум-класса с топливосберегающими свойствами, подходящие как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Титан Формула 2 LL5W40 было разработано специально для удовлетворения требований автомобилей европейских производителей. Продукт производится на основе высокоиндексного базового масла третьей группы. А специально подобранный пакет присадок способствует сохранению чистоты, позволяет уменьшить расход топлива, предотвратить износ деталей и создать защитную пленку даже в условиях экстремальной эксплуатации. Благодаря сверхвысоким характеристикам масло может использоваться для увеличения интервалов замены и обеспечивает высокую производительность при любых условиях окружающей среды. Моторное масло Фукс – идеальный выбор для вашего двигателя. Оно обеспечивает быстрый запуск двигателя в холодную погоду и надежную защиту на протяжении всего срока службы масла. Линейка Фукс Титан производится для широкого ассортимента моторов. Именно поэтому переходите по ссылочке в описании и изучайте, если вы вдруг еще с ним не знакомы. Ну а после смело оформляйте заказ. А мы продолжаем. Следующий комментарий я бы назвал моим самым любимым. Депутат из Госдумы заплатил гонорар хороший за рекламу. Помните выпуск «Один день с депутатом Государственной Думы»? Так вот, легенда ходит до сих пор, что мне заплатили огромные деньги, на которые я смог позволить себе в частности вот этот автомобиль. И знаете, когда я подсчитывал эти комментарии, один набрал много лайков, были похожие комментарии. Вот на все можно посмотреть с негативом, а можно посмотреть с позитивом. Положа руку на сердце, я-то знаю, что я денег с них не брал. Это реальная правда. Но тем не менее, я вам скажу так, немножко даже приятно читать, что пришло время, что я, Машков Дмитрий, взял денег аж с целого депутата Госдумы, который занимает далеко не маленькую должность, что мне заплатили до столько, внимание, до столько, что на изи пошел и купил себе бэху. Поэтому вот этот подкол, ребята, вы можете его писать, а я вам скажу следующее, что выпуск получился реально шикарный. Кто его еще не посмотрел, посмотрите и в том числе почитайте комментарии, потому что, как говорится, местами у людей бомбануло, но с него было очень много и позитивной реакции. Многие писали, говорили то, что реально круто, потому что просто-напросто интересно, любопытно посмотреть, как устроена Госдума. И сам по себе выпуск, вот то, что я хотел от него получить, я получил. Интересный, хороший выпуск. Поэтому тему с заплатил депутат, я вкалывал не один год для того, чтобы можно было пойти и одним днем вот так спокойно купить автомобиль. Такая перчиночка. А ты ее будешь парковать прямо у этого старого дома в Царицыно? Ха-ха-ха. Это как бы подкол такой, знаешь, из серии, что купил себе премиальную немецкую машину, а сам проживает на вторичке в старом доме. Значит, друзья, смотрите, хорошие поговорки, я вообще очень сильно люблю поговорки, даже напишите в комментарии вашу любимую поговорку, которую вы чаще всего в жизни используете. Слово всегда впереди дело. Последние 4 года я мог ходить и в каждом выпуске периодически, когда мы говорим про автомобили, говорить, да я могу себе пойти купить X5, могу пойти себе купить X6. Могу. И сделать это две абсолютно разные вещи. Вот зачастую тебе ты сидишь и думаешь, да я могу, да я могу. Вот когда ты сделаешь, тогда ты действительно красавчик. А говорить это можно все что угодно, в том числе и сейчас про, например, покупку квартиры в новом доме. Хочется сказать, да я могу пойти купить сейчас квартиру в другом, в новом доме. Да могу, но ты сначала сделай, а потом уже рассказывай. Внимание, машина куплена за наличку, это не кредит. Второе. Все те кредиты, которые были у меня и у всей моей семьи, я их закрыл. И закрыл уже давным-давно. На сегодняшний день у меня нет ни одного кредита. Квартира, вот эта двушка 55 квадратов в доме 1970 года в Царицыно, куплена была за 11 миллионов рублей, вложено в нее было 6 миллионов рублей в ремонт. Я в ней, как говорится, тихо счастлив. Я сижу, возвращаясь домой, да, проходя через этот подъезд, проходя вот сквозь этих там наркотов, алкашей, я возвращаюсь домой, сажусь такой, думаю, а я дома, хорошо. У меня жена выходит две минуты, дочка в саду. Сзади дома школа, рядом метро, рядом парки. То есть сам по себе район очень хороший. Я даже после этих комментариев такой, знаете, налил чашку горячего чая, вышел на балкон, стою такой, думаю, блин, слушай, а правда, вот дай-ка я даже поразмышляю, вот что меня прямо раздражает в этом районе. Вот исключительно, меня раздражают только мимо проходящие люди, вот эти залетные. Вот если их убрать, знаешь, в новых домах делают закрытую территорию. Особенно, когда ты даже на территорию можешь зайти, только приложив свой токен, назовем его так, ключик магнитный, и ты попадаешь на территорию. Вот мы, теоретически, как жители дома, можем сделать то же самое. Но для этого нужно проявить очень большие усилия, а именно собраться всем домом, так сказать, проголосовать, собраться и огородиться заборчиком. Я понимаю прекрасно, что наш большой дом до этого никогда не дает, потому что многих все устраивает. Вот если бы мы это сделали, было бы шикарно, потому что в целом все те соседи, которые меня окружают, вот я так анализирую, по большому счету абсолютно нет никому претензий. У меня нет никакого соседа, который там врубает музыку, орет, еще что-то. Все люди своеобразные, да, бывает с кем-то там ты не находишь в какой-то момент какому-то вопросу общего языка, но в целом для жизни это норм. Сюда же хочу добавить все те, кто пытаются всегда высмеивать вот это вот 55 квадратов, старая квартира. У меня всегда складывается впечатление, что, знаешь, все по стране живут в новых домах, у всех огромные квартиры, там 100 квадратов, 150-200, и только один я застрял на вторичном фонде. Вот все вокруг живут очень хорошо во всем новом, а я вот застрял на вторичном фонде. Вы когда это пишете, вы понимаете, вы высмеиваете большую часть, львиную долю населения. Вот я, например, когда что-либо хочу сказать, всегда стараюсь быть аккуратен, потому что я тоже могу обидеть, оскорбить зрителя, в частности тех, кто пишет там какие-то негативные комментарии. Я тоже могу уколоть, но я себе это даже не позволяю. Хочется мне это? Да нет, я бы не сказал. Я иногда задумываюсь, но нет, я не хочу переходить на этот негатив. Поэтому квартира, в которой я проживаю, она меня реально устраивает. Да, местами хотелось бы уже иметь подземный паркинг. Да, местами я думаю, блин, но от гостиную я бы уже хотел побольше. Но это, как говорится, стимул. Стимул. Всегда есть к чему стремиться. Ну и в тот же момент, вот честно вам скажу, посматривая новостройки, тут не могу я никак найти новостройку, в которую я прям захотел бы переехать, потому что зачастую либо расположение, либо расположение квартир, планировки, тяжело найти свое. А то, что находишь, думаешь, ну блин, классно, стоит бешеных денег. Если интересно, пишите комментарии, я сделаю отдельный выпуск, покажу просто, сделал какой-нибудь прикольный сюжет. Мы пройдемся по новостройкам, я вам как минимум покажу, что мне нравится, какая-то планировка, объясню, почему мне это нравится. Вполне возможно, эта информация вам будет полезна, ведь многие из вас посматривают, выбирают квартиры. Кто бы что ни говорил, недвижка продается. Поэтому вот эти комментарии, я бы согласился бы с вами полностью, что я больной, кукуха, у меня, как говорится, поехала, не, не, даже по-другому, фляга засвистела, если бы квартира моя была бы в ипотеке, если бы у меня и так были бы какие-нибудь кредиты, кредитные карты, еще что-то, и я еще покупал бы автомобиль, там, не знаю, с первоначальным взносом нулевым или 1 миллион рублей на максимальный срок, и думал бы, ну ничего-ничего, завтра закроем, все хорошо. Вот это да, в данном ключе такого нет. Довольно-таки милый комментарий, но с хейтом. Ну все, теперь у Рыжика будет одна реклама, X5 сам себя не окупит. Ну, подводя итог к предыдущим словам, машина куплена за наличку, поэтому окупать-то его не нужно, но в целом реклама на канале выходит регулярно, примерно с 2021 года. Не существует практически ни одного ролика, где не была бы прямая рекламная интеграция. И это всегда очень легко определить. Во-первых, сейчас по закону обязаны мы все делать эти токены, пометочки на видео, на самом рекламном фрагменте. Ну и плюс ко всему открываете описание, вы видите, есть реклама, нету. И я дико счастлив, и хочу сказать огромное спасибо всем своим рекламодателям, кто ко мне обращается. Это реально крутые крупные компании, которые знает абсолютно вся страна. Перечислять я их сейчас не буду, потому что за годы съемок я со многими поработал, и со многими я еще впереди буду работать. В целом, с точки зрения рекламы, я доволен, что снимаешь, занимаешься любимым делом, приходят рекламодатели, это очень круто. И в дальнейшем, как говорится, хай, гайз, это мой новый дом, пойдемте вместе с вами смотреть квартиру. Я, конечно, представляю, как у некоторых, да, там, кто там на негативе, как бомбанет скажет, ну все, собака сутулая, рыжая, хвост ему оторвать. Кстати, кстати, был комментарий очень интересный. Дмитрий, когда ты снимаешь выпуски с гостями, ты у них часто спрашиваешь, сколько они зарабатывают. А вот теперь интересно послушать, сколько ты зарабатываешь. Я вам хочу предложить следующее. Я знаю, что канал смотрит примерно 30 или 40 процентов зрителей без подписки, но смотрят. Как только на канале будет 1 миллион зрителей, 1 миллион акционеров, не перестану это повторять, я тут же сделаю распечатку всех доходов и расходов за последний, ну давайте так возьмем, год, и вам прям по ЭПшке покажу статистику, сколько заработал, сколько стоит интеграции, сколько они приносят, прям в открытую, вам все с чеками, как говорится, покажу. Как вам такое предложение? Поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы не пропустить этот выпуск. Дальше двигаемся. Поздравляю, теперь ждем роликов с затратами на ТО и обслуживание, сколько стоит содержать BMW X5. Вот это второй выпуск, третий я сделаю, думаю где-нибудь там, может быть лето, может быть ближе к осени, потому что я езжу не так много, вот спустя месяц, как я его купил, я проехал примерно тысячу километров, и то это при условии того, что два раза я уезжал за город, но вот к родителям ездил в Каширу и сейчас мы приехали в Ступино, это ну не много не мало, но 80 км сюда, обратно и так далее. Поэтому буду собирать наблюдения и все вам по факту рассказывать. Будет что-то ломаться у машины, по подвеске, либо еще что-то, будем естественно чинить, все это буду документировать и в дальнейшем вам с цифрками покажу. Многие писали, что хочу купить себе тоже такой автомобиль, присматриваюсь, стружусь, стараюсь, следующим летом возьму. Ну вот, как раз, подпишитесь, если вы еще этого не сделали, на канале как минимум будем разбирать, потому что у автомобиля пробег 40 тысяч, два с половиной года он эксплуатировался в Штатах, теперь он эксплуатируется в России, все покажу, расскажу в циферках, как вы любите. Ну вот, комментарии. С каких это пор из Америки везут небитые и непроблемные автомобили? Я что-то пропустил, видимо. И да, действительно, где как минимум оранжевые катафоты на бампере. Ну, про это мы уже поговорили. Значит, ребята, вы смотрите разные выпуски на ютюбе и зачастую у людей просто-напросто уже автоматом сейчас складывается мнение, что Америка равно аукцион битых автомобилей. В первом выпуске я прям акцент сделал, что автомобиль куплен не с аукциона, а автомобиль куплен от официального дилера. Купил ее Майкл, тот самый Майкл из Нью-Джерси от официального дилера, покатался на автомобиле, приезжает к дилеру, сдает машину в трейд-ин, возможно, то есть историю дальше, что он купил после нее я не знаю, но он сдает ее официальному дилеру. Дилер забирает автомобиль, он ее полностью обслуживает, потому что здесь, правда, на автомобиле уже были поменены передние тормоза, поменено масло, все было сделано. Так как действует программа, у нас она называлась, если не ошибаюсь, BMW Premium Select. Это когда человек сдает автомобиль в трейд-ин, его подготавливают, и второй владелец покупает что-то типа как новую машину. Он приезжает, она чистенькая, она обслуженная, ему на нее дают гарантию, все, поехал. Вроде бы ты купил вторичку, но ассоциации и процесс выглядят, как будто бы ты купил новую машину. Это первое. Если бы машина была с аукциона битых автомобилей, если бы у автомобиля были бы какие-то повреждения по кузову и так далее, и так далее, и так далее, вот ответьте мне на вопрос, почему бы я бы вам об этом бы не сказал? Вот для чего? Вот для чего бы мне это было скрывать? Ну, предположим, что был там где-то какой-то удар у автомобиля. Почему я должен об этом молчать? В чем страх не сказать людям, что, например, да, вот были нарекания, отремонтировали, сделали вот то-то, 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 показать эту историю. Почему это нужно утаивать? Люди сейчас уже настолько боятся, что их вот просто повсюду обманывают, что уже ни во что не верят. Более того, я читал комментарии, где началось «Карфакс покажи, съезди к тем же самым ребятам в ревизоры, пусть они там рентген сделают, пусть они там условно тебе машину разберут, покажи ВИН-номер, покажи то, покажи это». И сначала я так, знаешь, загорелся, я думаю, блин, я прям запишу целый выпуск, мы поедем туда, мы поедем сюда, везде, куда вы меня отправляли, я все это буду снимать. Но потом читая дальше комментарии, анализируя, подумал, реально, это что за фигня получается? Я что, еще буду оправдываться, стоять перед каждым, доказывать, что она не битая? Я раз сказал, что Шилков, его ребята посмотрели, второй посмотрел, они оба, каждый, сами заказывали «Карфакс», оба, каждый, сами заказывали «Эйр», то есть проделали одну и ту же процедуру, которую мне, например, продавец сразу предоставил, мне сразу отправили этот «Карфакс», все мне показали. Но нет, надо съездить показать. Знаете, почему еще надо съездить показать? Ведь у автомобиля шины были без маркировки «БМВ». Подчеркиваю, чувак купил их, видимо, на летних шинах, но поставил на них всесезонку. Ну такое бывает, у нас люди покупают автомобили, вот с «Ранслетом», я такой, покупаю, нахрен мне этот «Ранслет» не нужен, я их с удовольствием скидываю и покупаю себе без него. На основании этого я просто знаю наперед, можно ездить, снимать, показывать, 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 все равно скажут, что это все хрень полная, где-то развод есть и так далее, к чему-то другому придеретесь. Если поехал, допустим, в «Ревизор», я почему про них говорю, ну вы про них просто писали. Кто они, бизнес или блогеры? Ну, допустим, блогеры к блогеру, договорились, чики-пики, умолчали, ну и так далее. У меня один из акционеров канала, зрителей, живет в Америке, работает трак-драйвером, популярная профессия, и активно со мной переписывается в одной из запрещенных сетей. Вот он говорит, смотри, мы сейчас едем покупать такую же машину, тоже X5, 2021 модельный год, едем покупать ее одному моему товарищу, с пробегом 30 тысяч миль, ну это сколько получается, примерно 45-50 тысяч километров. Я говорю, почем они торгуются? Он говорит, в среднем живые экземпляры 40-50 тысяч долларов можно реально купить, 40-50 тысяч долларов там. Некоторые говорят, цена машины должна быть там 10 миллионов, 9 миллионов рублей, чтобы вы поднимались, и вы откроете доски объявлений. И, собственно, чего стоять в лесу орать, когда все это можно вживую показать? Ну, я открываю известный всем сервис, забиваю параметр X5, но тут я немножко охренел, потому что я выставляю параметр по убыванию цены, и первое, что я вижу, это просто какие-то вымышленные, сказочные цены. Смотрите, 40D 16 миллионов 900 тысяч рублей за 23-й год при пробеге 9 тысяч. 2019 год, пробег под 40 тысяч, 15 миллионов рублей, и эта тачка, вот эта белая, без М-пакета, но написано, единственная в России с третьим рядом. Да кому нужен нахрен этот третий ряд на BMW X5, там сесть невозможно. И тут же я специально сделал вот вкладочку такую, где забил уже абсолютно новый кузов, рестайлинговый. Знаете, пожалуйста, машина из Германии, пробег 55 км, 2024 год, и ее готова отдать за 16 миллионов рублей. Ну, кто купит вот это, да, за 15 миллионов рублей пятилетняя с пробегом с ракет, когда есть вот такое предложение? Это, к слову, о том, что рынок вторички, это всегда очень интересно. Давайте посмотрим по возрастанию цены, это тоже очень важный момент. Вот, ну, на заказ сделаем сейчас сразу фильтр статус в наличии. Показать, вон, 812 машин в России в наличии, иди покупай. Первая цена 4 миллиона 890 тысяч рублей, но пробег, извините, 207 тысяч, и пошло-поехал. То есть, X5, подчеркиваю, вот так, возьми, 19-й год, крутани X2, пробег в меньшую сторону, будет у тебя 60 тысяч, потом еще попробуй докажи, что не 60. Ну, и пошло-поехало. Потому что все вот эти Carfax, еще ладно, окей, но вот, например, про Air, BMW, рассказывают, что за 50 евро уже там в Польше товарищи с удовольствием историю подтирают. И по возрастанию, вот они первые цифры, которые людей встречают, это 5-6 миллионов рублей, машина в наличии, приезжай, трогай, смотри, забирай, покупай. В дальнейшем поедем на ТО, будем поднимать машину, будем показывать, рассказывать. Доказывать, ну, опять же, сделать выпуск в том, что доказывать, доказывать, ну, нахер мне это надо. Ну, без шуток, ребят. Поэтому двигаемся дальше. Вот этот коммент тоже прям огонек. Зачитываю. Импульсивный и непоследовательный товарищ, как-то видел его в ресторане иранской кухни, заказывал там суши, всем втирал про китайцев, купил немца, говорит, что занимается привозом авто из-за границы, купил авто по объявлению у дилера. Странный тип, не доверяю таким. Я когда его читал, ну, первый раз, мне прям смешно стало, потому что, знаете, иногда люди такое пишут. Мне как-то раз писал человек, что видел его в Макдональдсе всей семьей сидели-ели злые такие, прям, знаешь, со стороны прям так пишут, смотрел на них, прям все злые сидят. Я говорю, в каком Макдональдсе ты меня видел? Я не хожу в Макдональдс. С дочкой сидели. Я говорю, с какой дочкой? У меня дочь. А на тот момент у меня дочка маленькая была. Нет, там ребенку, говорит, было лет восемь-девять. Я говорю, у меня нету дочери, которая лет восемь-девять. То есть с кем-то меня перепутал. То же самое здесь. В каком я ресторане иранской кухни был, чтобы я там еще и заказывал суши? Я в целом практически не хожу ни по каким ресторанам, уж тем более иранской кухни. Где вы меня могли видеть? Но здесь самое интересное другое, потому что был частый вопрос, типа, почему ты купил машину здесь? Вы ведь сами занимаетесь привозом, почему-то не повез ее под себя. Я объясняю. Привоз он занимает некоторое время. И в любом случае, почему вообще навозят автомобили в Россию, чтобы они стали здесь в наличии? Потому что люди делятся на категории. И я как раз попадаю под ту самую категорию, которая хочет прийти, так сказать, потрогать, увидеть автомобиль. Вот она машина, пощупать ее, посидеть, попробовать с ней установить связь. Она, не она. Ведь бывает такое, что ты открываешь даже какое-то объявление и такой, да нет, нет, не то, нет взаимосвязи. А это я пришел, машину вживую увидел, прям такое трогаю, знаешь, за ухо. Я такой, ааа, блин, и уже что-то есть. Привезти машину можно без проблем. Кому надо, без проблем обращайтесь, вам найдут, полный фото-видеоотчет сделают. Но в силу того, что эта версия очень популярна, и в Москве их огромное количество, куда ты приходи, вот смотри, трогай и, как говорится, торгуйся возле капота. Некоторые писали, вот это так же, вот теперь будет эту комиссионку рекламировать без конца, будет про нее рассказывать, а вот возьму и не буду. Я никакие ссылки не оставлю, никакие контакты не оставлю. Где купил? Кое-где. Там таких больше нет или есть. Буду, так сказать, играться с вами. Заигрываюсь, заигрываюсь. Поэтому, ребята, рынок, он очень живой, динамичный и не говорит о том, что я должен был себе из Кореи или из Германии или еще откуда-то, с той же самой Америки, тащить. Я объяснил, что я на эту машину смотрел последние три года, все смотрел, 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 пришло время, вот встал, оделся, поехал и забрал. Подчеркиваю, это не так, что покупка одного дня, три года я шел к тому, чтобы купить машину. Я эти объявления отсматривал и считал машины, в том числе я скорее считал, я считал себе с Германией машины, выбирал, сидел, смотрел и так далее, и так далее, и так далее. Везде, в основном, восстанавливали, в первую очередь, сроки. Вот не хотелось просто очень долго ждать, и как бы такой человек, то, что мне нужно здесь и сейчас, такой же типаж среди вас наверняка есть. В данный момент вы видите, что передние стекла подтонированы. Специально покупаю съемную тонировку для того, чтобы вот на съемках накатать. На мой взгляд, вот для киношной такой картинки, даже не то, что киношной картинки, а в целом для картинки выглядит автомобиль эффектно, когда он чистенький, черненький, пленочка есть. Поедем сейчас, снимем его нахрен и не будем ей пользоваться. Про кодировки и раскрытие различных опций. Понятно, что и те же самые доводчики можно доустановить. Наверняка есть возможность и адаптив доустановить можно это сделать. Но, в первую очередь, все те, кто покупают, начинают делать кодировки. Вот здесь тоже отдельная история. Огромное количество сайтов, много каналов, кто специализируется на BMW, кто начинает за каждую опцию считать. Хочешь себе, чтобы у тебя дворники моргали не три раза, а пять раз, это будет стоить там 300 рублей. Хочешь, чтобы у тебя появилась вот такая-то функция, это будет стоить 500 рублей. И таким образом, отмечая все, что ты хочешь, с выездом к тебе у меня у одного человека получилось там что-то 12 тысяч рублей или 17 тысяч рублей, даже не помню, но я так много чего выбирал. Все то же самое по кодировкам мне сделали за две тысячи рублей. Какие кодировки я себе сделал, я их вывожу вам на экран, пожалуйста, можете посмотреть. Дополнительно всякие кодировки серии тробоскопы там, когда фары начинают моргать. Такое я не делал, потому что мне это не надо. Я в первую очередь сейчас гонюсь за комфортом. А шины, ребята, вот это вот действительно люкс по современным меркам, потому что ну это просто. Michelin Pilot PS4. Вот такие шины при моем размере 275-45-20 сегодня стоят в диапазоне от 160 до 170 тысяч рублей. Но это реально очень дорого. И многие из вас в том числе отмечали, что Michelin куда-то просто задрал ценник. Так более того, это еще Michelin польский. Просто был завод, где у нас сделали их в России. И тогда, давно еще, когда я на пятерку себе покупал Michelin, многие писали, вот российские шины с нашего завода плохие, лучше покупать какие-нибудь импортные, в частности, польские. В данном ключе вот, 160-170 тысяч поисков. Но, внимание, повезло, один из зрителей написал, говорит, у меня кореш работает в определенной компании, можем сделать тебе хорошую скидку. Мне эти шины пробивают за 130 тысяч рублей, чему я уже рад. Вообще ничего не просили, как отблагодарить, еще чего-то просто. Ну давай тебе сделаем и все. Им огромное спасибо. Приезжая на шиномонтаж на шиномонтаже. Я говорю, ребят, вот Continental, все сезонка, смотрите, заберите их, может кто-то их купит. Забирают у меня их там примерно за 30 тысяч рублей, плюс еще мне делают шиномонтаж бесплатно. Вот так договорились, всех все устроило, руки пожали, все довольны. Таким образом, по факту, можно сказать, мне эти шины обошлись в 100 тысяч рублей. Даже может быть дешевле, потому что шиномонтаж на 20-е, ну это тоже пятачок, это по-любому нужно было бы отдать. Я очень счастлив. Постановка на учет и получение госномера. Для меня это была игра в лотерею, потому что я хотел прям попытаться вытянуть счастливый билет, но выпал 201. С одной стороны, если бы выпал бы 200, вот здесь, понимаете, на все можно посмотреть с двух сторон. 200 – это 200, это типа труп. С другой стороны, 200 – это Land Cruiser 200, и номера 200, вот было бы сейчас просто нолик вместо единички, можно было бы запросто продать за 200 тысяч рублей. Ровно столько эти номера и стоят. Да, ребята, 200 тысяч рублей за железки, которые не дадут тебе ничего. Но тем не менее. Писали мне ребята, мол, Диман, ну блин, тачка взял, все-таки напрашивается номерочек, вполне возможно, что появится 503 семерки, но там будем смотреть, потому что я понимаю, что это больше некий фетиш, ничего я в него не закладываю, кроме как, ну, красивые цифры. У отца у меня на машине 500, и думаю, ну, почему бы и нет? Надо смотреть. Опять же, ценники на эти номера просто бешеные. Вот 500-3 семерки, как думать, сколько стоит? 280-350 тысяч рублей. Вот в таком диапазоне торгуют. Один товарищ мне предложил там за 150 тысяч, я взял день паузу подумать, ну, перезвали, он говорит, а уже номера проданы. Вот так вот. Казалось бы, кому они нахрен нужны, ты еще попробуй купи, успей купить. Но честно скажу, к машине привык, в принципе, быстро, и эйфория вот этого прям вот первых дней прошла буквально за три дня. Я даже немножко удивился, что, знаешь, ну, как-то так раз и уже, ну, все как моя машина. Вот привык. Значит, вот это вот, ну, после седана, да, естественно, любой автомобиль возьми, там, не знаю, с BMW пятерки пересядь на X-Trail. У нас раньше был X-Trail. Шикарная тачка, большой багажник, удобно, но здесь, особенно в силу того, что я занимаюсь съемками, да, я приехал, вот у меня портфель, я это все могу разложить, но удобно, потому что раньше в пятерку открываешь багажник, весь этот снег, если эта зима падает нахрен в салон, все это налить, здесь, ну, поудобней стал, разобрал. Очень сильно нравится мотор, это для меня прям вообще просто, блин, класс, 3 литра бензин. Я отключил старт-стоп, опять же, по рекомендациям, хотя мне он очень сильно понравился, возможно, даже обратно его включил, потому что когда ездишь, останавливаешь, прям вообще тишина полная, в принципе, и так тихо, но вот эта тяговитость мотора, она вдохновляет, вот прям действительно. Я, конечно, понимаю, что к любой мощности привыкаешь, и вы мне писали, мол, сейчас поездишь, и потом захочешь чипануть, да нет. Я придерживаюсь простого его правила, то, что в городе, ну, сейчас некуда гнать, я не понимаю еще от этих людей, когда ты едешь в потоке, вот, казалось бы, мы едем 60, можно ехать 60, а вокруг тебя просто фух-фух-фух летят каршеринги, такси и прочие автомобили, там, 80-90-100, я думаю, ну куда, камера появилась, в тормоза нажимать, я все-таки встаю посерединочке, такая более вальяжная, взрослая, как мне кажется, езда, но при этом, если вдруг нужно, пух-фух, полетел. И звук приятного, что мне нравится, мне нравится именно звук, потому что, я, например, говорил, у меня у друга Zikr разгоняется очень быстро, там, 3.7 достал, он прямо выстрелит, аж вжимает, как аттракцион такой, но не то, чуть-чуть, вот не хватает, все равно звука, может, хотя бы даже как-нибудь сделали бы аудиозвук из колонок, но опять же, скажут, колхоз, неправильно, живого звука нету, хотя и в BMW, в том числе, в некоторых версиях, я не знаю, может быть, даже здесь можно сделать так, чтобы, как ты нажимаешь на педаль газа, у тебя дополнительно еще из динамиков шел вот этот рокот, в целом нравится, но обзорность, понятное дело, высокая подвеска, очень мягкая, в силу того, что свеженькая машина, как бы ты едешь, там, различные полицейские разбитые участки, я проезжаю прям кайф, особенно на этих шинах, потому что до этого RunFlat, ну, это просто такая жесть была, бух-бух-бух, мне не нравится, многие приводят пример, а что делать, если вдруг ты шины порежешь, ну, смотрите, стаж у меня, блин, даже страшно говорить, аж уже 16 лет стаж, как я езжу на машине, ни разу я вот не сталкивался с тем, чтобы порезать шину, чтобы ехать я не мог, как правило, я эксплуатирую машину город, там, подмосковье, все, если бы я ездил бы куда-то на дальняк, если бы я отправлялся бы куда-то в леса на рыбалке, еще что-то, да, я бы задумывался и сталкивался бы с этим, у меня были ситуации, когда я ловил саморезы и с ними 2-3 дня успешно ездил, давление падает с 2,3 до 1,8, ну, норм, ошибка вылетела, ты знаешь то, что, блин, ну, будешь шиномонтаж, будет время, заедем, в целом ездишь и нормально, поэтому все это делай индивидуально, тут каждый из вас должен сам принимать решение, купил себе ковер оригинальный, не помню, 15 тысяч рублей, если не изменять, 14-300, что ли, как-то так, ну да, 15 тысяч рублей. Таким образом, ребята, вторая часть подходит к концу, что я хочу сказать, автомобиль для меня не роскошь, для меня это в первую очередь средство передвижения, уж точно не какие-то понты, я и думать не хочу о том, чтобы кого-то из вас там раззадорить, разозлить, то, что вот я себе купил, ни в коем случае, у каждого мужика есть своя мечта, вот в виде автомобиля, какая машина для тебя желанна, для меня это вот, вот этот автомобиль, я ему дико счастлив, хотите зарабатывать больше, да, хотите быть успешным и востребованным у женщин, да, хотите, чтобы ваша жизнь перевернулась, да, для этого вам нужно первым делом встать с дивана, о, не, какой-то развод, выключаем. Короче, не добавить, не убавить, жду ваше мнение в комментарии, еще раз огромное спасибо всем тем, кто порадовался и поздравил с покупкой, будем ездить, будем наблюдать, в дальнейшем поделюсь лишь опытом и отзывом спустя некоторое время. Ссылочки на спонсор выпуска в описании, ссылочки на телеграм-канал в описании. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok